В рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге прошла дискуссия на тему пути выхода из управленческого тупика. Модератором обсуждения плюсов и минусов мудрости толпы или авторитарства в управлении выступил председатель правления Сбербанка России Герман Греф. В попытке определить основные проблемы, мешающие глобальной экономике выйти из кризиса, к нему присоединились такие эксперты, как помощник президента Эльвира Набиулина, президент фонда «Общественное мнение» Александр Ослан, профессор Гарварда Андрей Шлейфер. После дискуссии экс-министры экономического развития России засыпали вопросами уже о проблемах местного масштаба. Скажите, пожалуйста, какие компании «Роснефтегаз» могут передаться и какого будет принципа вхождения «Роснефтегаза» в компанию? Я не готова комментировать сейчас, как и чего будет, как входить «Роснефтегаз», конкретику какую-то. Не видела все, что касается «Роснефтегаза». Конкретные вещи не могу прокомментировать никак. Я немножечко скептически к этому отношусь. Если проанализировать результаты в 2009 году, когда ВЭП вкладывал, наверное, какой-то эффект был для поддержания рынков, но, на мой взгляд, очень незначительный. И, в принципе, деньги были эффективно использованы с точки зрения того, что они вернулись с прибылью и так далее. Но задача основная была поддержать фондовый рынок. И, мне кажется, вот это вложение, это участие ВЭБа, оно не сильно сказалось на рынке. Поэтому я скептически отношусь к тому, чтобы эти формы применять, если вдруг ситуация будет достаточно сложной. А вот как вам нравится идея о том, чтобы финансировать брокеров за счет средств Центрального банка? Что-что? Финансировать брокеров за счет средств Центрального банка. Также пока скептически отношусь. Все-таки это не задача Центрального банка, на мой взгляд. Но есть вопрос. Если будет дефицит ликвидности средств у брокеров, какие могут быть механизмы получения такой ликвидности. Для банков такие механизмы созданы. А для профессиональных участников рынка ценных бумаг таких механизмов нет. О них можно подумать, но, на мой взгляд, не через участие Центрального банка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова